Эдуард Веркин Этот роман рассказывает о нелегкой жизни семьи, которые буквально выживают, а не живут. Однако никто даже не думал умываться. На протяжении всего романа наш главный герой будет ждать свою любовь, потому что он буквально живет ради нее, ибо не видит другого смысла. Финал заставит нас грустить, может быть кто-то даже пустит слезу, но и пилок скажет, что все замечательно, лучше прежнего. Ведь они выбрались из той, если так можно сказать, жизни, и сейчас у них все. Патросчик Иван Аксинтьев живет в Костромской железнодорожной глуши, возле разъезда Ломы. Аксен знает наизусть все проходящие поезда и окрестные леса, кормится наловленной рыбой и краденной тушенкой, читает старые журналы, выброшенные немыми продавцами на полустанках, часто дерется, бросает в школу, потому что нет ботинок и отчаянно хочет сбежать отсюда. Но надо заботиться и ждать, заботиться о вечно голодном младшем брате и ждать, пока вернется она, Ульяна. Не то чтобы первая любовь, а просто более-менее вся жизнь Аксена, которая была-была, но вдруг кончилась. Аксен ироничен, силен духом, по-своему мудр. Любовь к брату и к Ульяне не дает окружению сломать героя. Аксен сам выбрал Ульяну. И в начале истории мы видим девочку его глазами, особенная, лучшая, живая. Она его надежда и жизнь среди общего мрака и грязи. Но герои взрослеют, и все меняется. Эдуард Веркин не пугает. Он рассказывает о том, что в жизни тоже бывает, о чем тоже нужно знать. А еще подсказывает, как это победить, как среди тьмы остаться человеком.